В России на этой неделе отмечали День трезвости. Дата появилась в 1913 году. В этот день все лавки должны были быть закрыты, а с купцов собирали пожертвования на лечение алкозависимых. А в 1914 году власти и вовсе ввели сухой закон в связи с началом войны и мобилизации большевики с приходом к власти в 1917 антиалкогольную кампанию продолжили, опасаясь так называемых винных погромов. Ограничения сняли только в 1923. Следующая кампания началась уже в 1929. Ее еще называют по просьбам трудящихся. Страна вступила на путь индустриализации и в Кремле решили, что алкоголь будет отвлекать от ударного труда. Но уже через год кампанию свернули. Оказалось, что запрет здорово ударил по бюджету. Новые ограничения появились в 1958 году. Власти запретили продавать водку рядом с предприятиями, учебными заведениями, больницами и госучреждениями. Тогда же началось усиление борьбы с самогонщиками. Следующую кампанию развернули уже в 1972 году. Запрет на выпуск алкоголя крепостью более 40 градусов, снижение объемов производства и ограничение на время продажи. И последняя, самая известная антиалкогольная кампания Горбачева. Тотальный запрет на всю спиртосодержащую продукцию, вырубка виноградников и, как следствие, расцвет самогоноварения и дефицит фруктов, ягод и других сахаросодержащих продуктов, которые и шли на изготовление подпольного алкоголя. Запрет продержался всего два года, но стал одним из факторов, подкосивших экономику Советского Союза, да и доверия населения к власти. Но защитить человечество от алкоголя пытаются сейчас российские ученые. В МФТИ создали препарат от опьянения. Однако наш медицинский обозреватель Анастасия Глебова решила провести собственное расследование и выяснила, что вопрос пить или не пить на самом деле не стоит. Сколько времени вы без алкоголя уже? Ну, на данный момент я уже год и девять месяцев. Анне ими изменено 52 года. 15 лет из них она пила. Много. Каждый день. А потом сама себя возвращала к нормальной жизни. Пыталась на минералке, на тайбайране, на кефире, на бульоне и так далее выходится. Иногда получалось, иногда не получалось. Целебную таблетку от посредствий злоупотребления алкоголем человечество ищет с тех пор, как его распробовало. Когда человек выпил там вино какое-то, пиво, он попал в желудок, потом постепенно в кишечник, постепенно всасывается. Концентрация сразу же не возникает высокая в крови и опьянение, оно, так сказать, нарастает постепенно. Когда человек выпивает крепкие напитки, водка, спирт и так далее, у него происходит спазм привратника, то есть переход из желудка в 12-перстную кишку. Человек не пьянеет, он пьет, вроде как не пьянеет. Потом, когда все-таки привратник раскрывается и алкоголь массивной дозой попадает в кишечник, то тут же наступает тяжелое выраженное опьянение. Народные способы выхода из состояния опьянения широко известны. Обещают, что рассол поможет восстановить водный баланс. Активированный уголь якобы выведет токсины. Рекомендуют растирание ушей махровым полотенцем. Есть мнение, что это усилит кровообращение. А еще популярны контрастный душ и витамин С, которые, вероятно, придадут бодрости, но это не точно. Специалисты МФТИ разработали особый порошок, который, по их словам, вернет к жизни десятки вчерашних гуляк. Ученые утверждают, изобретение поможет сохранить лицо во время употребления алкоголя на неформальных деловых встречах. Это смесь из природных аминокислот и сахаров, помогающая ослабить симптомы алкогольного опьянения и похмелья. Действие препарата основано на улучшении работы соматической нервной системы. У человека улучшается координация, а сознание становится более ясным. Разработчики уже проверили БАД на мышах и добровольцах. Побочных эффектов, по их информации, нет. Вот только, по мнению наркологов, чудо-порошок для пьющих людей может стать своего рода индульгенцией. Больной человек, он будет пить до тех пор, пока он не достигнет, так сказать, пика опьянения. В любом случае. Если он хочет растянуть этот период, да, он будет закусывать и так далее, но финал будет все равно один. О пользе и вреде маленьких порций для организма до сих пор идут дебаты. Но бесспорно, в больших количествах этиловый спирт становится ядом. Смертельной считается доза от 7 до 8 граммов этанола на килограмм веса тела человека. Этанол вызывает в организме сложные химические процессы. Он может привести к ожогам пищевода и желудка. Окисляется до ацетальдегида, яда, который вызывает тахикардию, кислородное голодание, тромбозы, судороги, скачок дофамина, норадреналина и приводит к галлюцинации. Страдают практически все органы и системы. То есть это и легкие, то есть это дыхательная система, это и сердечно-сосудистая система, и пищеварительная система, куда входят у нас и печень, и поджелудочная железа, ну и выделительная система, в том числе и почки. Печень – главная очистительная система, перерабатывающая алкоголь. Здоровый орган способен обезвредить до 90% выпитого. Правда, скорость небольшая, примерно 10 граммов в час. То есть, чтобы переработать одну бутылку красного столового вина, уйдет целый рабочий день. Это настоящая печень человека. Сохранилась она благодаря полимерному бальзамированию. Сейчас препарат находится в анатомическом эрмитаже Первого медицинского университета. Орган принадлежал мужчине, который умер 5 лет назад. Ему было 62 года, большую часть жизни пациент злоупотреблял алкоголем. Причина смерти – цирроз печени. Капельницу мне один раз домой приезжали делать. Было так плохо, что действительно пришлось обратиться за помощью. Интернет переполнен рекламой частных клиник, сулящих радикальное и быстрое избавление от последствий пьянства. Бригада готова приехать в течение часа. Ну, в общем, от 5 тысяч будут капельницы. Там зависит от состояния человека, уже врач определит. Ну, минимальная 5 тысяч. Ну, очень просто дороже все это будет, а так да. Вот только дома лечить будут на глаз, без анализов. В Петербургском институте скорой помощи имени Джанилидзе ежедневно в отделении токсикологии откачивают около десятка таких пациентов. После домашней дезинтоксикационной терапии больные поступают сюда часто в белой горячке или перегруженные какими-то лекарственными препаратами, недолеченные. Потому что очень сложно оценить состояние больного дома. Вот только какой бы чудодейственной ни казалась современная медицина, а вместе с ней многочисленные БАДы и народные средства, полностью избавить от последствий злоупотребления алкоголем они не способны. Узилки на память будут шрамами оставаться на печени и других органах. Анастасия Глебова, Дмитрий Кундрюков, Карина Соколова, Андрей Зарова. Программа «Вместе».